Добро пожаловать! Что изменилось? Цена морали. Задержана международная группа, причастная к торговле людьми. Центральным подразделением полиции округа Негев, Израиль, возбуждено уголовное дело. Как вышли на преступников? Виват Арджижель. В Бобруйском районе пройдет пленэр по керамике. Мы увидим какие-то оригинальные, замечательные решения. Чем удивят зрителей? А также рабочая поездка, школьный апгрейд и тарифная ставка. Рост зарплаты компенсирует увеличение стоимости на тарифы ЖКУ. Какой лимит? Современно, технологично и дорого президент посетил агрокомбинат «Юбилейный» в Аршанском районе. В первую очередь Александр Лукашенко посмотрел, как работает роботизированный молочно-товарный комплекс «Павлинка». Его общая стоимость – 72 миллиона рублей. Местный МТК – один из самых передовых в области. Запустили его два года назад. Оборудовано все по последнему слову техники. «Наша задача за следующую пятилетку – уйти с этих диких ферм. Надо строить комплексы. Не такие, конечно, дворцы, а надо строить технологичные комплексы, дешевые. Надо определить оптимальную цену оптимального комплекса». Белорусский лидер также затронул тему уборочной кампании, в частности, выращивания азимового ячменя. Урожайность этой культуры пусть и слегка уступает прошлогодней, но все равно выше средней зерновых по стране. Ничего человеческого. Задержана международная группа, причастная к торговле людьми. Среди организаторов преступного бизнеса – четверо израильтян и россиянин. Их деятельность пресечена в ходе проведения операции в Тель-Авиве в числе потерпевших граждане Беларуси, которых использовали с целью сексуальной эксплуатации на территории Израиля. Центральным подразделением полиции округа Негев, Израиль, возбуждено уголовное дело по статье «Торговлю людьми», которое предусматривает до 16 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Судом Тель-Авива в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде ареста до судебного рассмотрения уголовного дела. С правоохранителями Израиля налажены прямые профессиональные контакты и плодотворное сотрудничество. Создана основа для дальнейшего взаимодействия в сфере борьбы с преступностью и защиты граждан Республики Беларусь от сексуальной эксплуатации. В подпольных офисах и местах жительства преступников обнаружено и изъято порядка 600 тысяч долларов. Два автомобиля премиум-класса, мобильные телефоны, стационарные и планшетные компьютеры. Развитая экономика, жилищный вопрос и молодежная практика. БРСМ впервые дает старт медицинскому трудовому проекту. Что в планах? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Рост зарплаты компенсирует увеличение стоимости на тарифы ЖКУ. Для работодателей это не должно быть проблемой, заявил президент. В июне, напомним, оплату жилищно-коммунальных услуг привязали к базовой величине. По итогу повышение цен не может превышать ее половины. Ранее был установлен 5-долларовый эквивалент. МАС работает с 37 российскими заводами-партнерами и присутствует практически во всех регионах союзного государства. Всего в этом году будет поставлено около 4 тысяч единиц техники под совместные программы. Экспорт белорусских промышленных предприятий страну-соседку по итогам 2022-го увеличился на 50%, в Китай – на 70%. В Беларуси изменили правила покупки жилья за средства семейного капитала. Теперь такую недвижимость будет проверять на пригодность для проживания специальная межведомственная комиссия. Изучить помещение смогут только согласия собственника. К процессу разрешено привлекать представителей МЧС и энергонадзора. Если найдут нарушения, власти вправе отказать. Школы Беларуси начали подготовку к новому учебному сезону. Работа начинается задолго до 1 сентября. В зданиях активно идет ремонт. Замена оконных блоков, обновление стадионов, ремонт крови или фасадов. Только в Минской области на это выделено более 50 миллионов рублей. К слову, в этом году школьные двери впервые откроются для 23 тысяч первоклашек. БРСМ впервые дает старт медицинскому трудовому проекту. Он объединит около 50 студентов и учащихся профильных учреждений образования из Беларуси и России. Массово студенческие отряды приступят к работе с июля после сдачи летней экзаменационной сессии. В планах на этот год трудоустроить не менее 43 тысяч человек. Чувствуете себя как дома. В Беларуси вступил в силу обновленный закон о гражданстве. Теперь становится обязательным принятие присяги. В случае несогласия вводятся дополнительные основания для отмены решения. Кроме того, будут внедряться специальные тесты на знание одного из государственных языков – белорусского или русского. Сдавать экзамен придется в письменном виде, чтобы исключить коррупционные схемы. Почему решили все-таки перейти к тестам? Потому что, фактически, вы знаете, что есть, в том числе, к сожалению, у наших соседей, есть такие негативные примеры, когда лицо, которое уже является гражданином той или иной страны, вдруг в судебном порядке, заявляет о том, что, к сожалению, не знает язык, требует переводчика и так далее и тому подобное. Законодательство о гражданстве, оно всегда динамично меняется в зависимости от реалий сегодняшнего дня, тех вызовов и угроз, с которыми сталкивается наша страна, а также аспектов, связанных с миграцией населения. Кроме того, вводятся новые основания для утраты белорусского гражданства. Лишить его могут осужденных за экстремизм и причинение тяжкого вреда интересам Беларуси. Морские охотники в Бобруйске прошли республиканские соревнования по судомодельному спорту. Они включали два этапа – стендовую оценку и ходовое состязание. За первенство участники боролись как в личном, так и в командном зачетах. О том, как поймать ветер победы Елизавета Липеева. На берегу озера около санатория «Шинник» собираются юные любители судомодельного спорта со всех уголков страны. Представляют радиоуправляемые модели военных и гражданских кораблей, гоночных катеров и яхт. Самое зрелищное – ходовое состязание. Семь команд, а это около 50 участников, демонстрируют искусство пилотирования. «У нас есть достаточно разные модели, начиная от моделей с двигателем внутреннего сгорания. Также есть модели, которые точные копии настоящих кораблей. И, как правило, модели готовятся от полугода и до двух лет строятся». Гомельчанин Николай Кавганов с улыбкой на лице вспоминает, как пять лет назад вместе с другом пришёл на занятия по судомоделированию. Масштабы до сих пор впечатляют. В республиканских соревнованиях кандидат в мастера спорта принимает участие уже в третий раз. На создание контейнеровоза уходит много сил и времени, но результат того стоит. «Скорость у него приличная. До 20-25 км в час развивает скорость. Угол поворота – 90 градусов». Эстетика демонстрации. Важная часть соревнований – стендовая оценка моделей. Здесь учитывают каждую деталь. Проверяют качество изготовления, соответствие чертежам, по которым выполнена сборка. К слову, все расчёты спортсмены делают самостоятельно. Всего представлено 14 кораблей. «Если, скажем, тот же самый леер, он находится на высоте у человека примерно по ГОСТу – это 800 мм, значит, в масштабе вы переводите в масштаб, и в этом масштабе вы должны сделать высоту этого леера, и толщина леера должна в этом масштабе быть». В Бобруйске искусству судомоделирование обучают в Центре дополнительного образования детей и молодёжи. Такой увлекательный вид спорта формирует усидчивость и аккуратность, развивает творческое и логическое мышление. Кроме того, ребята при создании малых копий знакомятся с большой историей кораблей, что значительно расширяет их кругозор. Елизавета Липеева, Дмитрий Шевцов, Бобруйск-360. Объединённые искусством в Бобруйском районе 12 июля стартует международный пленэр по керамике. Арт Жижель соберёт 18 белорусских и иностранных профессиональных художников. Форум будет проходить до 29 числа. Место встречи – традиционная база отдыха «Вербки» на живописном берегу Березины. Тема этого года – культура и искусство в исторических фактах, личностях и событиях. Итоговые выставки пройдут в Бобруйске, Могилёве и Минске. Тема достаточно сложная для воплощения в декоративно-прикладном искусстве. Но, наверное, тема интереснее задачи. И я думаю, что по итогам пленэра мы увидим какие-то оригинальные, замечательные решения. Организаторами форума выступают Бобруйский горосполком, Могилёвский облсполком и Белорусский союз художников. Ежегодный след керамистов, напомним, проводится с 2003-го. За это время в пленэре поучаствовали более 150 мастеров из 25 стран. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!